Русские паруса на Шпицбергене Много лет назад Виктор Дмитриев, одержимый идеей возрождения утраченных традиций северо-русского мореплавания и судостроения, создал в Петрозаводский клуб единомышленников «Полярный Одиссей». И началась серьезная и кропотливая поисковая работа. По описаниям, рисункам, в архивах и литературе собирались разрозненные, зачастую туманные, иногда противоречивые сведения о старинных поморских судах. Изучался опыт деревянного судостроения по онежским, беломорским деревням, где еще чудом жили эти традиции. Обращались за помощью и к авторитетам, таким как Бугуславский, Белов, Бадинь. Наконец, в 1987 году, первая в Советском Союзе натуральная модель поморского коча, так и названного помора, построена и спущена на воду. Знаменитый полярный коч, единственное в мировой истории судно, предназначенное для плаваниях во льдах Арктики, как и сотни лет назад, вновь распустил свои серые паруса над Белым морем. Его предстояло испытать в реальных условиях морских дорог древних поморов. Проверить, насколько он соответствует своему легендарному прообразу, в какой степени его конструкции паруса сообразны натуре моря Ледовитого. Одна из таких традиционных арктических дорог на Шпицберген, или, как его называли в старину поморы, Груманд. И вот, 11 июня 1989 года, два деревянных парусника коч поморы Лодия Груманд готовы к своему главному, трехтысячемильному походу через воды четырех арктических морей на Шпицберген. По старому поморскому обычаю, суда были торжественно освящены, и архамандрит Мануил благословила их экипажи в далекий и опасный путь. Мы хотим, чтобы наши скромные усилия в изучении и восстановлении элементов северной морской культуры служили благородному делу возрождения всего, некогда богатейшего комплекса традиции русского севера. Удивительно красивая и самобытная, могучая культура поморий, созданная людьми талантливыми, предприимчивыми и вольнолюбивыми, впитала в себя лучшее, что некогда принесли на берега дышучего моря, переселенцы из Новгорода и Верховьей Волги, а также унаследовала обычаи коренных народов этих мест. Уникальный культурно-хозяйственный комплекс поморья, выросший на просторных морских берегах и полностью на богатство моря ориентированный, именно благодаря величь высочайшему искусству своих корабелов и мореходов-кормщиков, распространил свое могучее влияние далеко за пределы родного моря. Уже в XII-XIII веках неудержимые поморы-первопроходцы в поисках неведомых землиц и промыслов смело осваивали ближние и далекие острова и побережья Студеного океана. Ходили на новую землю в Айгач, в Мангазееве, еще дальше на восток, в Норвегию и, конечно, на Грумон. И вот эта славная Беломорская земля, во многом, к сожалению, утратившая ныне свое историческое лицо, и тот прекрасный монолит материальной и духовной культуры, который создавался веками, земля, только сейчас начинающая заново просыпаться в своем культурно-историческом самосознании, провожала нас, последователей поморских традиций, в далекий и опасный путь. Из Холмогор, Мизени, Кими, закончив недолгие приготовления к плаванию и, простившись с близкими и родными, как и мы, спускались поморские ватаги сотни лет на своих суденышках по реке к морю и уходили потом в безвестность полярного пространства. Исторический эксперимент начался. Подготовленный кроме клуба «Полярный Одиссей» фирмой «СПАРТ» при БМТ «Спутник», журналом «Вокруг света» и арктической экспедиции «НИИ культуры», осуществлявшей научное руководство экспериментов, он должен был по нашим расчетам подтвердить гипотезу о возможности плавания на этих судах к далекому архипеллазу. Предстояло испытать эти суда и их экипажи в различных ситуациях прибрежного и океанского плавания, изучить особенности корпуса и парусного вооружения, степень их приспособленности к экстремальным природно-климатическим условиям арктических морей. Нас интересовало все. Казалось бы, самые незначительные детали похода, особенности поведения судов в зависимости от изменения внешних факторов, условия существования, быта и питания команды, социально-психологические аспекты длительного совместного существования в дискомфортной среде на весьма ограниченном пространстве. Короче, все то, что хоть как-то, хоть намеками, хоть косвенно могло рассказать нам о прошлом, о древних людях и их удивительных кораблях, ходивших этими же морскими дорогами в таких же, как и в условиях. КОНЕЦ Через печально знаменитые горло Белого моря, где в старину случалась половина всех морских садей. Знаменитый святой нос на границе Белого и Баренцева морей, который виделся по морам в виде пупа морского с гигантской пещерой в скале, заглатывающей морские воды и корабли, где воются огромные, наводившие ужасно мореходом, змеи. Мимо семи островов, названных еще на карте Меркатора в середине 16 века святыми русскими, где обычай поморов требовал подношения священной скале острова Кувшин. Через Кельдинскую салму, в которой в последний раз перед океанским переходом наша экспедиция встала на якорную стоянку. ПЕСНЯ 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 совершенствование морской профессии далеко от ее архаических форм, многое тем не менее утратил в понимании моря, жизни на нем, общении с ним. И потому чаще мы должны оглядываться назад в прошлое и видеть не только наивную красоту и романтику древнего паруса, но понять, что нельзя отречься от гигантского опыта взаимодействия человека с морем, накопленного древней северной морской культурой, что это и безнравственно и даже преступно. И наша обязанность многое из того, что уже или почти утрачено, глубоко изучить, возродить и вновь сделать реальностью нашей жизни, обогатить ее мудрым знанием предков. Впереди был самый ответственный и опасный участок маршрута. Автономное плавание в невидимости берегов, в полянных войнах Варенцева, Норвежского и Иринландского морей. Снова Бушприт, как указующий перст, нацелен в беспрежной дали ледовитого океана, где за штормами и туманами пока еще скрывается от нас Штейцберген. Снова Штейвень бойко сечет волны моря, носящего имя знаменитого голландца Вильяма Баррица, донесшего в 1596-м морозовку пилат на своей карте. Но задолго до него русские поморы не только ходили ходом в Руманландске, но и зимовали там. Строили капитальные поселки, жили семьи. Мы знаем о письме датского короля Федерико II 1559 года, где он рекомендует своему приказчику Варде Мунку пригласить в полярную экспедицию русского кормщика Павла Нишица, который, как он пишет, каждый год плавает на Грумант около Варфоломеева дня. Знаем мы о послании нюрбергского врача Мюнцера, королю Португалии Жоанна II, где упоминается большой остров Грумант и находящееся на нем величайшее поселение людей под господством великого герцога Московии. Дата 1493 год. То есть более чем за 100 лет до Баррии. В тот же период, когда в Западной Европе побывали послы Ивана III Григорий Истома, Дмитрий Зайцев, Дмитрий Герасимов и другие. И путь их лежал через Студенное море вокруг Скандинавии. Знаем мы о прошении Антона Старостина предоставить ему преимущественное право на промысла на Шпицбергене, поскольку его предки ходили еще до основания Соловецкого монастыря, то есть до 1435 года, еще до падения Великого Новгорода и задолго до первых походов через тропическую Атлантику кораблей Христофора Колумба. Христофора Колумба. Христофическая , Христофора Колумба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остров Медвежий Единственный ориентир на полпути от материка к Архипелабле Вечно таинственного тумана Таким он предстал и перед нами Лишь на несколько мгновений открывшись, он и специально для того, чтобы приветствовать и ободрить нас Мол, курс ваш верный И снова растаял в молочной дыбке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И ведь не просто выживали до лета, до следующей навигации Тяжелый труд, мрачный холод, цинга и самый страшный враг, одиночество Не смогли вытравить из зимовщиков человеческое Жили, работали и находили на этой жестокой земле особую поэзию И награждал батюшка Грумант смелых и умелых И величием своей сказочной красоты и богатейшими промыслами Вот так же входили поморы в незнакомую бухту Майнали Парус и крестились в очередной раз благодаря судьбе промесло Где и когда впервые было нарушено ледяное безмолвие этих диких грибов Звонким стуком русского топора На каком мысу возвысился выразительный силуэт первого поморского приметного креста из полина Чьи руки сложили первый бревенчатый сруб и затопили в нем печь Кто смотрелся в зеркальную гладь ледникового озера Нагнувшись зачерпнуть чистейшей воды, чтобы остудить разгоряченное работой лицо Кто расскажет об этом? Субтитры создавал DimaTorzok В современной Шпицберге, тепло встретившей нас объятиями и хлебом с солью, уже довольно хорошо обжит В благоустроенных поселках комфортабельно живут и трудятся тысячи норвежцев и наших соотечественников из Треста Арктикуля И шахтеры, и мы сами Дмитриев, Наумов, Колышков, Лосаков из Петрозаводска Пучкин, Заушицын, Стрезев, Скворцов из Москвы Гайдовский, Георгий, Панков из Мурманска Вишняков из Архангельска, Королевка, Сыртывкара, Манжеле из Череповца Все мы хорошо понимали, что сделано большое и важное время Молчаливые скалы Шпицбергена, которые еще хранят драгоценные свидетельства былой деятельности предков Вновь через столетия увидели в своих фьордах благородные очертания поморских парусов А было время, когда эти картины были привычными для этих ландшафтов Более ста русских поселений обнаружено на архипелаге экспедиции Институт археологии Калинина Укс Множество уникальных находок рисуют нам картины давно минувшего Рассказывают, о чем думалось людям бесконечной полярной ночью Какие воспоминания и надежды теснили грудь Какие мелодии сплеталось свиста ветра и треска льдов, ищущий пищемозг В сумрачном свете жирника чинили снасти, выделывали шкуры Шили одежду и обувь, ладили нехитрую утварь И когда уже натруженно ныли руки, кто-то, наверное, доставал свежевыструганную шахматную доску Кто-то терпеливо втолковывал товарищу азы грамоты, пользуясь резной на деревянном бруске азбукой А кто-то украшал затейливой вязью распялку Коротая время и оставляя память о себе, о своих заботах, о своем времени и о своей культуре В планы нашей экспедиции зимовка на островах пока не входила Поэтому, отдав дань почтения батюшке Грумунту и его первым покорителям Отдохнув, попрощавшись с дружелюбными шахтерами И получив благословение пастора самой северной в мире христианской церкви В поселке Лангир-Бюен Мы продолжили свое странствие Ведь это была лишь половина пути Впереди не менее долгая и трудная дорога домой Субтитры создавал DimaTorzok Мы верили, что хоть и лодьям, и в этот раз не подвезли Да и мы сами постараемся И как тут об лошадь Ведь дорога эта морская проторена сотни лет до нас тысячами русских поморов А такие же подножки Впереди нас ждали встречи на родине Новые дальнейшие планы Новые экспедиции и эксперименты И новое обращение к прошлому К опыту и мудрости предков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok